всем здравствуйте сегодня самого утра пока тихо бегала по всем аптекам где можно было бы найти хоть какие-то медикаменты для мамы смотрела ночью по интернету написано что там одна пачка есть две пачки есть некоторые аптеки вообще были закрыты в некоторых аптеках хотя написано что есть этих медикаментов не было и уже вот знаете как когда 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 извините просто смотрю у нас оповещение идут сейчас же вообще идет время на минуты только сидишь вроде тихо все нормально раз-два и сразу идет тревога поэтому сразу смотрю и уже когда все надежды у меня как говорится пропали и спасибо людям что в первую аптеку я простояла очередь потому что ну как-то знаете было неловко попроситься спросить если эти медикаменты или нет потому что как бы на сайте именно в этой аптеке было написано что у них есть две упаковки лекарств для мамы и когда отстояло холодно конечно у нас снег выпал сегодня солнечно правда но такой ветер не очень сильный но прохладный и утром было сейчас наверное немножко потеплее до сразу хочу сказать мы с водой и уже в квартире не так прохладно и в следующей аптеке уже после этого стала заходить и спрашивать просить людей чтобы пропустить и ну что ж ты там стоишь полтора часа там очереди очень большие и уже в самые последние аптеки купила вот я вам даже не передать не могу как какое испытала счастье вот но такое было ощущение что ну сбылась наверное самая такая заветная мечта как будто вот ты что-то хотел 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 и вот тут раз у тебя это получилось купила также сегодня килограмм яблок ну а больше в принципе все без изменений не гуманитарки нам не поставляют в аптеках говорят что медикаменты уже даже те которые дорогие ну как люди же обычно стараются закупать аналоги то что производится здесь у нас а не импортная то сейчас уже даже импортные дорогие препараты медицинские уже их начинают раскупать вот когда я вспоминала сегодня ночью когда если проснешься это это самое плохое проснуться вот если ты засыпаешь там на два на три часа и ты вот эти два три часа не не спишь а просыпаешься я же не могу разбудить мужа что вот я не сплю и ты типа не это самое и ты ложись мы чередуемся вот если я не сплю то я заставляю его спать если он не спит и заставляет меня спать и получается так что не я не сплю не он не спит и думала вот когда начался вот этот вот ковид и когда я снимала видео что вот приходится мыть мы мы ставим все в гараже что должен пройти карантин что вот маски и все знаете сейчас это кажется но такими маленькими проблемами все что вот жизнь разделилась на то и после и я прекрасно понимаю девочки вот в этом пишите некоторые из вас я закрываю комментарии просто не хочу читать вот этот вот бред которые я не знаю проплаченные не проплачено я не знаю кто это пишет но я не хочу даже на это тратить время поэтому кто пишет на почту кто пишет в инстаграм по поводу от блогеров что там вот люди они ведут дальше жизни даже никак об этом не говорят никак не не это и ты там вроде бы и там видели что ты там смотрела комментировала я не хочу никого осуждать поймите пока кто-то не окажется в такой же ситуации он никогда этого не поймет я я не морального права не имею кого-то обсуждать и пусть и считают что все нормально пусть переживают что у них там монетизацию отключили пусть снимают видео какие они хотят снимать это личное дело каждого у каждого своя мораль у каждого своя правда и самое главное это не их вина то что происходит здесь поэтому я прекрасно понимаю вашу гражданскую позицию что вот это не нормально и так далее и тому подобное но опять же это не их вина у них своя жизнь они под мирным небом у них есть вида еда вода и все остальное поэтому лучше сейчас мне вот откровенно говоря не до этого и мне все равно однозначно у меня сейчас главная задача чтобы была тишина и чтобы мы выжили вот чтобы была вода чтобы нам завезли продукты яйца сегодня он тоже очередь была большая яйца сегодня продавали также хлеба не было было в магазине хлеба не был вообще сейчас ничего нет но в принципе ну как бы это уже не первый день если раньше люди не несли какие-то сумочки какие-то торбочки какие-то там что-то где-то у кто-то ухватил и и нес а сейчас уже вообще никто никуда не ходит потому что смысла в этом практически никакого нет вообще что я хочу сказать дай бог чтобы это никогда никому не пригодилась но как вот я поняла вот из вот этой вот экстремальной ситуации что в доме всегда должны быть запасы медикаментов таких как сорбенты обязательно жаропонижающие какие-то средства против гриппа обезболивающие крови останавливающие такие вещи как спирт и даже пусть не спирт водка зеленка йод для деток от желудка от кишечника ну в общем должна быть аптечка всегда собрана иначе если не дай бог вот так внезапно что-то случается то это конечно очень сложно все это устроить все это купить найти затем также я вот смотрю когда вот это не было у нас ни света ни тепла ничего и люди у которых были спальные мешки вот кто рыбаки и там на природу ходят вот это они в них спасались затем должны быть какие-то консервы даже если вы их не едите закупил положил смотришь срок годности там заканчивается открыл приготовил съел но такое вот должно быть плюс посуда должна быть пластиковой бутылки не посуда конечно же ведра я сейчас откинулась и у меня кроме вот того раскладного ведра которая чтобы с собой куда-то брать у меня здесь не ведер никакой вот такой тар нет небольших кастрюль вот как люди выварки сохранили подоставали из кладовок воды не было снега набрали растопили и вот была была вода чтоб там руки помыть в туалет смыть и так далее поэтому сейчас ты смотришь на мир по-другому абсолютно на на вещи которые которых ты раньше никогда не задумывался ты ну сколько ж мы 75 лет прошили в мире и уже как бы наши дедушки бабушки они как-то все еще даже вот мама моя она все равно как-то у нее какие-то запасы вот я уже этой ваты сто лет не покупаю если покупаю так только вот эти салфетки как они кружочки вот такие ватные чтобы снимать макияж у нее его то вот было йоту когда все и начала я смотреть думаю где что у меня так принципе ничего нет ни заготовок никаких не не консервов никаких опять же я уже рассказывала по какой причине что не запаса да не только я одна вот когда сидим когда тревогу пережидаем и люди у которых там села есть у них там у кого уточки были у кого курочки там были домашние они подоставали тушенкой позакрывали потому что что же свет отключили и надо же было как то чтобы это все не пропало но у нас вот у городских жителей такой вот наверное во первых возможности нет ну как одно дело если свое все там за зарезали поросенка тушенку закатали вот люди этим спасаются овощей тоже нет потому что нету ни дачи ни огорода и в магазинах все это раз-два и разобрали так что я сейчас абсолютно у меня вот когда спрашивают вот там то 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 девочки я читаю комментарии но понимаете то и другое уже это это уже не в моей жизни сейчас у меня совершенно все по-другому дни проходят в таком напряжении что ты ты не знаешь ты не можешь ничего делать потому что ты не знаешь только раз то вроде бы как расслабился вроде бы как от тишина раз опять тревога собираешься куда-то бежишь это каждый день нервы днем и ночью и поэтому я не подумайте что я там вас как-то не то что ругаю просто я понимаю что вы не знаете что это что сейчас здесь и что хотите помочь как-то да по поводу помощи очень многие моих подписчики в instagram пишут и на канале тоже и письмах пишут как мы можем вам помочь гуманитарку как я уже сказала суда еще пока никто не передает чем помочь ну рассказывайте правду что есть молитесь я не я понимаете как я я даже не знаю что 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 вот лично конкретно по поводу тоже спрашиваю там лекарства медикаменты какие-то продукты передать опять же пока это к сожалению невозможно очень многие люди ищут инсулин ну ну понимаете как действительно положение серьезно это это не просто там такое что там я рассказала сказала в instagram постоянно люди обращаются астматики диабетики у кого от давления тоже препаратов нет и уже делятся кто у кого что есть уже знаете так половину себе там половину кому-то поэтому все что там кто что делает кто что там пишет мне это уже абсолютно понимаете это это другая жизнь и она с нашей вообще никакого соприкосновения не имеет да по поводу осеньки спрашивает лили как же кошку что еды нету как же с кошкой кошки в эти дни у нас она на самом лучшем положении была потому что я всегда заготавливала покупала печенку покупала эти как они господи сердечки у то желудки куриные и готовила ей вот эту вот домашнюю еду добавляла туда немного курицы и у нее запаса еды на 7 дней хватило сегодня у нас 11 дней и сейчас пока молочко пьют сначала не хотела зарывала вот так вот понемножку хлебушка даем но что животное есть животное я когда второй или третий день был взяла немного такой маленький пакетик сухого корма дала ей но в ужас пришла потому что кошка стала ходить в туалет писала с кровью и доли из-за соли но в принципе вот эта порода они так у них с почками там проблемы как бы он уже соленый этот корм говорят я не знаю и пробовала но этот корм давать перестала думаю может его как-то размочить но потом думаю не дай бог сейчас и не вид клиники ничего не работает еще и с котом поэтому пьет молочко молочко есть молочко привозят и с молоком слава богу никаких проблем нет так что кошка у нас лучше всех прошлую неделю прожила потому что у нее были вот эти замороженные но я показывала много раз что я готовила и в силиконовых формочках замораживала так что аська у нас до вот этого четвертый день сегодня вот она у нас на молочке ну а что голод не тетка другого нет выходит лакает молочко сначала не хотела вот так вот все новости на сегодня дай бог будет тишина уже я знаете не хочу ничего прогнозировать уже боюсь говорить о чем-то скажешь что более-менее тихо более-менее спокойно и начинается вчера конечно ужасный день был просто ужасный и вечером мы опять ходили в бомбоубежище просто ужасно но ночью тху 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 ой-ой-ой-ой какие планы были весна вот такая вот весна скоро 8 марта надежда конечно не покидает на хорошее стараемся общаемся друг друга поддерживаем ждем что другого ну что мы что что мы можем сделать больше мы ничего не можем сделать трудно тяжело но держимся как я уже говорила час прошел сначала было день прошел ночь страшно сейчас каждый час прошел час слава богу тихо второй час прошел слава богу тихо видео буду снимать буду снимать буду рассказывать все все что есть все что происходит потому что раз мне выпала такая доля пережить все это и видеть все это значит наверно так надо все кто еще хочу попросить девочки вот видела комментарии в инстаграм пишут вы с ними не вступайте ни в какие пререкания вы с ними не вы ничего не докажете потому что у меня на протяжении почему я закрыла комментариями на протяжении пяти дней и на почту шли и в комментариях такое писали им ничего не докажешь поэтому даже не он до сих пор гуляют по харькову везде них ничего не разрушено они гуляют по харькову что можно сказать дальше что поэтому даже не реагируете это бог им судья понимаете когда происходит вот такие вот вещи когда люди даже самые но ничтожные существа даже их людьми нельзя назвать и они даже в это трагическое время не могут просто прижав хвосты посидеть где-то молча они продолжают 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 вот этот свою ненависть это ненависть она их и и и вот это на их и съест поэтому не тратьте свои нервы не тратите лучше молитесь за нас молитесь за украину чтобы все наконец-то это закончилось мы знаем правду если бы мне кто-то рассказывал если бы я не видела все это своими глазами я бы может быть как-то еще по-другому реагировала поэтому я вам скажу мы знаем правду и все что там кто пишет они явно не здесь и бог им судья